Ну еще раз всем собравшимся добрый вечер у нас немного меньше чем обычно значит мы в прошлый раз закончили насколько я помню разговор о Бахи и Бумпакуде увидели его тоже мы говорили о синкретизме Ицхака Исраэля Бахи и Бумпакуде тоже в общем является мыслителем который вобрал в себя самые разные влияния от Калама и аристотелизма и неоплатонизма до суфизма в общем по сути дела весь спектр самых разных направлений о которых мы говорили он в себя вобрал и сегодня мы поговорим о другом его современнике относительно как я уже говорил точных дат жизни Бахи и Бумпакуды единства нет мы о нем очень мало знаем и сегодня мы поговорим о Шлома и Бангвироле Соломоне и Бангвироле который жил в XI веке прожил не очень долгую жизнь но его фигура окутана самыми разными интересными историями ну во первых он известен конечно как в первую очередь как поэт и долгое время именно так он был известен многие его стихотворные сочинения вошли в литургию в например в кино Тишабааф есть его произведения он представитель один из ярких представителей золотого века евридской поэзии собственно говоря как поэт он больше всего и был известен до почти конца XIX века еще он известен как тот кто вроде бы занимался аллегорической интерпретацией писания но у нас его произведений у нас нет соответствующих текстов у нас есть лишь отрывки которые цитирует Авраам и Бенезра в своем комментарии говоря о том что вот был такой мудрец Соломон и Бангвироль который интерпретировал писание он не говорит аллегорически но он говорит о том что он вскрывал истинный смысл писания в очень сложных местах и цитирует его есть соответствующие как бы цитаты насколько они действительно принадлежат Ибн Гверолеу мы не знаем но если полагаться на Авраам и Бенезру но вроде бы да ему приписывается произведение которое называется Тикун Медот Ганефиш исправление качества души я его процитировал на иврите но вообще так говоря оригинал арабский он писал на арабском языке кроме поэзии естественно поэзии он писал на иврите и относительно этого произведения тоже нет полной уверенности в том что автором является его Соломон и Бангвироль но тем не менее большинство исследователей все-таки склонны считать что да это произведение о душе человека то есть это использование тех источников которые мы могли бы назвать психологическими да но психология в античности это это наука о душе надо это в первую очередь произведение соответствующие Аристотеля которое так и называется наука который так и называется трактат о душе и помимо этого еще и различные произведения таких авторов как Гален и так далее которые связаны с вроде бы с медициной но на самом деле в том числе говорят о различных качествах человека на основе так называемой гумраэдальной теории о теории четырех жидкостей вы наверняка о ней может быть не в таком названии слышали да меланхолик сангвиник там и так далее это все вот как бы оттуда от этой античной теории четырех жидкостей которые определяют темперамент человека собственно само слово темпераментум это смесь да вот смесь этих жидкостей она определяет некие наклонности характер человека и в этом произведении Бенгберроль если это он написал он это использует Кроме того по поводу Бенгберроля есть легенда что он сделал себе что-то вроде голема правда женщин на какой-то такой странную помощницу он надо сказать что он не был женат и прожил не очень продолжительную жизнь ну и если говорить о его творчестве философском то до определенного момента считалось что главным его философским произведением является поэма поэма философская которая называется Кетер Малкут она написана как раз на иврите царский венец это поэтическое произведение поэма которая в общем на самом деле является действительно философской поэмой возможно даже единственной написанной в средние века или точно первой которая была написана в средние века но при всем при том со временем и почему это заняло столько времени не очень понятно до сих пор а именно в конце девятнадцатого века выяснилось что он является автором произведения которое на латинском называется фон святая что-то вроде источник жизни так можно перевести и такой исследователь шлома мунг установил что на самом деле автором является шлома ибангвероль а до вот этого открытия мунга все полагали что автор этого текста который дошел до нас вот в латинской как раз версии полный текст на латинский он был переведен с арабского и мыслители христианские считали что этот текст был написан арабом авицеброном который на самом деле является христианин мы в общем поймем почему они так полагали и долго на христианскую мысль вот это произведение оказало достаточно серьезное влияние были споры относительно того насколько прав а вице брон между например дунсом скотом дунс скотт поддерживал это произведение например томаса аквинский критиковал это произведение то есть в контексте христианской философии вот это произведение значит арабского предположительно они полагали арабского автора вице брона играл довольно значительную роль на еврейскую мысль но практически не оказал никакого влияния и в общем сам факт что только в конце девятнадцатого века выяснилось что это шлома и бенгеролика автором является такой был как бы скандальное открытие для христианских теологов сначала некий скандал для еврейских исследователей наоборот большую как бы радость а вот наш шлома и бенгероль оказался да проник христианскую философию оказал значительное влияние но вместе с тем совершенно понятно что если христианские авторы полагали что это их так сказать человек придерживаться их и уже как бы принадлежащие конфессии это означает что в этом произведении нет ничего еврейского и действительно в этом произведении нет ничего специфически еврейского и в этом смысле можно сказать что он вот в этом смысле похоже на произведение и цеха к израэля которые тоже в общем как бы научные произведения научные произведения то есть философские научные я напоминаю что у нас в античности среднего века это синоним научный значит философский философский значит научно так вот это произведение было не имела никаких специфических еврейских черт и поэтому его могли использовать христианские авторы открытие тошло маму совершил найдя некий текст шемтова фалакеры которым мы тоже будем говорить чуть позднее это автор 13 века который перевел с арабского фрагменты вот этой самой книги или точнее составил конспект этой книги и вот этот конспект на иврите в переводе с арабского да он собственно говоря является изложением того о чем говорится в трактате который до нас дошел только в латинской версии полноценно и судя по этому основываясь как бы на этом трактате исследователи еврейской мысли историки философии обычно квалифицируют шлома и бенбироля как неоплатоника и здесь мы на этом месте я прерву рассказ о самом шлома и бенбироле и мы поговорим о неоплатонизме и аристотелизме вот в этом иудиоарабском контексте 10-12 века я напомню возьмем нашу табличку который мы уже пользовались да это у нас схемка различных направлений интеллектуально-духовных да в еврейском мире напомню что он отличается от арабского тем что нет ортодоксии здесь у меня ноль стоит нет компромиссом между теологией ортодоксия ортодоксия это мутазелитский калам в еврейском одеянии в исполнении садига он ну и давайте несколько слов я не помню говорил я или нет сейчас более подробно об этом скажем о различии неоплатоников и аристотелька то есть разница между платоном и аристотелем мы о ней говорим для платона мир идей является основным для аристотеля аристотель критикует как бы вот двоичность по сути дела да есть идея есть ее тень или воплощение какое-то у аристотеля вот эта двоичность именно идеи и материального воплощения причем с приоритетом идеи в аристотеле это превращается в дихотомию материи и формы по сути можно так наверное сказать и погружается скорее в этот мир нежели мир идей да то есть этот мир идей он в каком-то смысле аристотелем или реинтерпретируется или можно даже сказать элиминируется и в дальнейшем собственно говоря такие направления уже европейской мысли как идеализм и материализм можно связать каким-то образом вот с этими двумя античными авторами да платон и аристотель аристотель как предтеча материализма а платон как предтеча идеализма то есть вопрос на чем мы делаем упор делаем упор на интеллектуальном мире наших идей или же на мире который нас окружает но при этом есть еще и помимо самого платона есть неоплатоники кто такие неоплатоники неоплатоники тоже целая плеяда авторов античных из которых основным и возможно первым является плотин мы читали фрагментик из его произведения и неады и плотин формулирует то что называется в истории философии теория имманации мы про нее тоже говорили когда читали плотина но я еще раз ее озвучу кратко с точки зрения теории имманации существует нечто нет никто нечто называется единым и он переполняясь энергией истекает из него истекает слово имманация то есть истечение из него истекает нечто что порождает некую сущность отличную от этого самого единого и это сущность называется нус ум разум которые как бы мысля о об этом единым ему больше ничего не остается тоже переполняется постепенно некая энергия и происходит дальнейшее истечение порождается следующая сущность которая называется предположим душа ну не предположим а так она и называется да то есть дальше мы можем говорить о иерархии этих душ и постепенно постепенно порождаются все менее и менее светлые сущности вплоть до подлунного мира который является абсолютно темным и в котором единственный свет искорка света который содержится в человеческой душе человеческая душа и есть так сказать в этом подлунном мире единственное в каком смысле светлое место которое стремится вернуться к своему источнику то есть с одной стороны истечение это нисходящий процесс с другой стороны ему как бы сопутствует в каком-то смысле или дополняется процесс истечения процессом возвращения восходящим душа должна зайти к своему источнику и как это сделать это уже отдельно вопрос да как это делается делается это с помощью если грубо с помощью познания так вот когда говорят о неоплатониках и неоплатонизме то как правило используют вот эту самую теорию на нации в качестве некой лакмусовой бумажки неоплатонизма то есть если того или иного автора присутствует эта самая теория иммунации или собственно говоря вот эта идея так скажем нисходящих сущностей порождаемых какого-то первоисточника а также восхождение при этом мы можем говорить о том что нисхождение является неким процессом рисующим антологическую структуру а восхождение поскольку восхождение осуществляется за счет познания это эпистемологическая как бы лестница да то вот у нас лестница которая забегая вперед скажу что иногда отождествляется с лестнице якова и есть собственно говоря эпистемология которая ведет наверх по лестнице душу а антологическая истечения это не что иное как порождение сущности которые спускаются как бы вниз и действительно во многих произведениях по истории мысли именно такого рода классификации представлены то есть если обнаруживает исследователь теории иммунации он говорит а это неоплатоник и так и их квалифицируют ну в частности когда речь заходит о еврейских авторах то вот неоплатоник относится шлома ибангберол авраам бархия юсеф ибан садик мы о них тоже скажем несколько слов сюда же часто помещают и иуду олеви я его специально здесь не отметил потому что на это на самом деле совершенно неверная классификация и сейчас я скажу почему собственно она проблемная даже в отношении тех авторов которые здесь указать дело в том что опять же все тот же шлома мунг который открыл сделал открытие что источник жизни фон света и принадлежит перу словно ибангбероля он же сделал и еще одно открытие которое имело тоже серьезные последствия и они до сих пор не не превратились так сказать в некую перемену той карты которая собственно говоря нарисована была до его открытия потому что в истории мысли происходят изменения очень медленно почему они происходят очень медленно потому что авторы учебников или пособий учебных или каких-то таких обзорных что ли трудов по истории философии они обычно опираются на своих предыдущих коллег и в каком смысле цитируют и продолжают продолжают это делать несмотря на вот эти вроде бы фундаментальные для истории мысли открытие что это за открытие я про него тоже вкратце говорил скажу еще раз значит дело в том что было открыто такое произведение то есть не открыто вроде как существовало произведение под названием теология аристотель и аристотелики которые представляли из себя в отличие от неоплатонического направления средневековой мысли представляли себя совершенно складную ясную школу с определенными принципами с преемственностью и так далее я уже перечислял этих авторов эль-фараби и бен-сина и бен-баджа и бен-руст вот эти все авторы они принадлежали к школе аристотеликов которые сами себя называли фальсов то есть философы они себя называли философами а всех остальных так сказать презирали и они чем занимались в основном они занимались в основном интерпретации аристотеля аристотель был философ с большой буквы так его все называли представители этой школы и основываясь на аристотеле они писали свои произведения которые чаще всего были именно комментарии к трактатам аристотеля или развитием определенным развитием мысли аристотель а неоплатоническая ветвь она как бы трудно говорить о какой-то школе неоплатонической в арабском мире можно например упомянуть некую энциклопедию которая называлась их она сафа братья чистоты вот эта энциклопедия она включала в себя такие вот неоплатонические вроде бы идеи опять же что такое неоплатонические сейчас попробуем разобраться неоплатонические мы пока еще не понимаем что это такое мы сказали теория эманации так вот с теорией эманации такая произошла чудесная история что теология аристотеля которая говорил проникла в аристотелизм то есть поскольку представители вот этой школы школы фальсов считали что теология аристотеля это книга аристотеля она входит в этот корпус а то что показал словом амунк что на самом деле теология аристотеля это псевдо эпиграфы это на самом деле никакая не теория это не книга аристотеля это некие фрагменты и не от плотина то есть по сути дела получилось что вот этот самый неоплатонизм элементы неоплатонизма родоначальник неоплатонизма плотин оказался внедрен аристотелизм именно поэтому средневековый аристотелизм это совершенно не то же самое что аристотель вот это появление в рамках корпуса аристотеля произведение плотина по сути дела спутала карты строгим представителям аристотелизма фальсов представителям фальсов так вот в силу этого нельзя характеризовать того или иного мыслителя как неоплатоника только потому что у него есть теория имманации теория имманации может появляться и произведениях аристотеликов а когда мы говорим о тех кого условно можно было бы называть неоплатониками то мы видим что многие из них вот например мы можем сказать что элементы той же самой теории имманации в каком смысле присутствует у бахи и бен пакуды да почему мы говорили о том что он рисует нам 10 ступеней 10 ступеней единения с богом да и на самом деле можно было бы сказать что это и есть она начинается процесс чего начинается с познания то есть на самом деле инструмент познания является тем что ведет человека так сказать к высотам мы могли бы сказать что это да это неоплатонический мотив который как-то связан с теорией имманации даже если бахи и бен пакуды прямо об этом не говорит так вот у авторов которых условно классифицируют как неоплатоников в их произведениях часто встречается как раз понятие аристотеля также как у бахи и бен пакуды да то есть элементы аристотелизма но поэтому средневековый неоплатонизм это вовсе не неоплатонизм это не плотин плотин точнее да правильно так ударение стоит это не ямвлих например да это не прокол это еще я перечисляю более поздних неоплатоников уже пятого века плотин это третий век и поэтому средневековый арабский неоплатонизм это нечто другое на самом деле в принципе что получилось со всеми на самом деле учениями которые попали в контекст исламской мысли арабской если получился винегрет то есть на самом деле те или иные тот или иной уровень синкретизма присутствует вообще-то говоря у всех мыслителей вот этого периода 10 12 века в арабском в иуде в арабском контексте еврейских авторов то же самое то есть присутствуют элементы того и другого как мы видели у бахи ну это у бахи и бен пакуды или у иска к израиле это настолько очевидно что здесь нечего доказывать да то есть это самые разные направления мысли которые как бы обрушились дождем на арабскую культуру что как они обрушились переводами да переводят 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 и вот появляется масса текстов этим эта масса текстов рассматривается в каком-то смысле как одна традиция традиция учености традиция философии философия как комплекс наук и такой например автор как бахи и пакуда не собирался разбираться что где то это оказывается у нас ци церкви а этом заказа аристотеля это окажется платон или не платоника это оказывается суфи он просто в каком смысле начитавшись условно говоря всего этого да вот он создает свое произведение в котором присутствует 1 2 3 4 так вот если так если на самом деле арабская мысль еврейская мысль средневековая она является тем или иным конгломератом различных направлений то как же мы можем говорить о неоплатониках или аристотеликах то есть только за счет ну некой большей или меньшей доли того или другого да но определить эту долю достаточно сложно потому что как я уже сказал неоплатоников есть понятие аристотелика аристотелики используют теорию монации и в итоге та классификация которую дают нам историки философии она в каком смысле пробуксовывает то есть та классификация которая была дана но предположим в веке там девятнадцатом в начале девятнадцатого века когда описались труды по истории философии были даны вот эти все так сказать маркеры да понятно что историк философии пытается классифицировать без классификации очень сложно говорить о чем-то так вот эти классификации девятнадцатого века они не очень работают сегодня но хорошо и что же делать что же делать делать особо нечего да то есть приходится говорить не столько о содержании сколько о стиле и вот стиль это действительно то что явно отличает неоплатоников от аристотелика что это значит это значит что неоплатоники используют образный язык метафоры сравнения аналогии неоплатоники можно сказать ориентированы в большей степени на психологию психологию как науку о душе и в этом смысле они являются как бы интровертами то есть знаменитая платоновская познай себя хочешь познать мир познай себя это и есть собственно обращение к человеческой душе ну дело в том что действительно в самой теории эманации заложен этот принцип а именно каждая порождаемая сущность она в каком-то смысле изоморф на той сущности которая породила как бы эта структура она передается на такой своеобразный геном который в общем присущ всем этим порождаемым сущностям они как бы отражают те сущности которые породили и в этом смысле например человеческая душа или человек в принципе как микрокосм представляет из себя не что иное как модель универсума то есть он тоже изоморфен универсум и поэтому если универсума если хочешь изучить универсум то можно собственно говоря не метаться и не пытаться там пробовать на вкус песок или воду морскую и так далее так далее то есть заниматься не исследованием окружающего мира а заниматься исследованием собственной души или собственного так сказать строения и тем самым на основе того что он изоморфен этот микрокосм макрокосм или космосу понять все как все устроено а аристотелики действительно в большей степени экстраверты то есть их направленность направленность вовне и для них очень важна физика гораздо большей степени чем психология логика то есть логика и стремление к четкой терминологии очень аккуратному использованию терминов это то что характерно для аристотелька именно поэтому аристотелики относятся к неоплатоникам как к шарлатанам своеобразно они относятся к ним как таким литератором в большей степени чем философом то есть они считают что это все вот этот метафорический язык и так далее это не что иное как литература вовсе не не философия значит это то что касается вот этой самой развилки этого различия между неоплатониками и аристотеликами оно весьма и весьма условно и как я уже сказал скорее можно говорить о неких склонностях о неких стилистических особенностях нежели о содержании которое часто бывает очень похожим и у аристотеликов и у неоплатоников то есть можно найти параллели между неоплатоническими теми текстами которые некоторые исследователи точнее следователи 19 века считали неоплатониками и текстами тех кто сами себя считали аристотеликами то есть представителями фальсов можно найти четкие параллели и идентичность каком-то смысле их мнений ну хорошо это было предисловие предисловие к тому что мы собираемся делать дальше дальше мы собираемся обратиться к текстам собственно говоря да к тексту шлома и бенгвироля и у нас текст есть не собственно произведение его а вот этого конспекта фалакеры который кроме всего прочего был переводом да то есть это ивритский конспект арабского произведения которое до нас не дошло а перевода с латинского перевода у нас нет латинском переводе мы видим что эта книга построена как диалог учителя и ученика ученик задает вопросы учитель отвечает а фалакера убрал этот геологический момент и по сути дела занимается просто изложение конспект насколько этот конспект адекватен это отдельный вопрос можно было бы и так и делают исследователи творчества и бенгвироля естественно сопоставляют этот текст ивритский фалакеры с латинским выявляют значимые различия между ними и так далее потому что сам этот текст там перевод на латинский тоже неизвестно насколько он адекватен оригинал ну вот при всех этих оговорках и понимая теперь что такое не очень хорошо понимая все-таки а имея некое мнение относительно того что же такое неоплатоники и аристотелики мы попробуем почитать вот этот перевод перевод был сделан ольга и водоренко довольно давно и опубликован в одном из российских журналов перевод с иврит источник жизни на иврите мекор хаим эта книга называется фалакеры но опять же мы не знаем насколько это действительно то название которое дал своему труду и бенгвироль но начнем читать сказал шэмтов сын юс и иосифа ибн фалакера я изучил книгу которую составил мудрец рабе соломон память о нем да будет благословенно и бенгвироль называемый источник жизни стало мне очевидно что он следует взглядом древних мудрецов подобных тем что упомянуты в книге импидокла о пяти субстанциях эта книга основана на том что во всех духовных субстанциях есть духовная материя форма же приходит сверху а материя получает ее внизу иными словами материя это подлежащая а форма носима ну насчет пяти субстанции импидокла у нас нет такого произведения импидокла которая именно так называется есть предположение что эта книга о природе импидокла но само по себе само по себе вот это само различие между формой материей хотя она присутствует и у платона тоже но для аристотеля это очень важная пара есть нечто что называется первоматерией и вот эта самая первоматерия получает определенные формы так собственно говоря возникают разного рода сущности и первоматерия она пассивно она принимает на себя форму здесь в общем вроде бы об этом и и говорит фаллакер хотя ссылается не на аристотеля она импидокла я обнаружил еще аристотель в книге второй метафизики писал что древние полагали материю вещах вечны все имеющие в себе материю все имеющие в себе материю наверное является составным и содержит в себе возможности что материя обладает лишь то что подвержено возникновению и уничтожению и что изменяется в иное я извлек выдержки из его высказывания не аристотеля а именно в этих извлеченных в этих извлечениях обобщены все его взгляды видите он составляет некий конспект что касается вот этой самой материи видите он и ссылаясь на импидокла говорит об этом и ссылаясь на аристотеля точнее на тех кого упоминает аристотель да потому что у аристотеля возможно это не совсем так он говорит о том что в духовных субстанциях есть духовная материя я на самом деле аристотеля это не совсем так и те сущности которые относятся к миру сфер например они являются есть такие такое понятие как отделенные интеллекты они отделены от чего они отделены как раз от материи то есть у аристотеля существ есть сущности которые не связаны с материи а вот импидокла получается что собственно говоря все сущности обладают некоторой материи и поэтому гонфологера говорит что аристотель упоминал неких древних которые полагали что и в вечных вещах есть некая материя а дальше то что все что имеет матери является составным и содержится возможность это как раз уже скорее аристотель нежели эти древние хотя может и древние тоже так полагали и сам аристотель полагал что материя обладает лишь то что подвержено возникновению и уничтожению это тоже понятие аристотельское мир возникновения уничтожения это вот этот самый наш мир возникновение это тогда когда форма как бы надевается на материю схватывает ее и нас получается некая сущность а затем когда форма покидает ее материя опять возвращается такой пластилин своеобразный не имеющий никакой формы это есть собственно говоря уничтожение то есть фалакера по сути вот в этом своем кратком предисловии можно было бы понять его так что честно говоря не понимаю как он объединил вот это мнение древних с аристотельскими идеями о форме и материи так можно прочесть ибн фалакеру когда мы будем о нем говорить я более подробно скажу о сложностях восприятия этого автора фалакеры которого все часто считают как бы как раз таким немножко простаком мне кажется что это неверно он был отнюдь не простаком но это на будущем ну хорошо давайте прочитаем вот эти самые извлечения книга первая из всех частей человека познающий является самая познающая является самой благородной постольку и надлежит искать человеку знания это мы видели и и усадьи да и убахиваем покоды может быть не в таком не с таким акцентом есть вот эта часть но в общем эта идея понятно в нем же он должен искать знания себя самого чтобы через себя познать все иные вещи здесь мы видим совершенно ясно интровертность который я говорил который можно считать как раз неоплотоническим мотивом действительно через себя самого поскольку я являюсь моделью универсума не нужно обращаться к внешним вещам можно познать все через самого себя на все иные вещи которые не являются ибо он объемлется двое вещи проникает в них и вещи подпадают под его силу здесь не уверен что как бы хороший перевод но не будем сейчас застревать на этой строчке вместе с тем ему надлежит искать познание последней причины ради которой он существует потому что у бытия человека есть последняя причина ради которой он существует ведь все подпадает под действие воли единого досветится он и да будет благословен здесь у нас появляется еще одно важное понятие и которая присуще именно ибангверолю а никому другому это вот это самое понятие воли понятие воли по сути является ну опять же есть исследователи которые пытаются найти где-то источник которым пользовался ибангвероль но но в общем на самом деле убедительных источников с моей точки зрения не найдено возможно что это является именно инновацией самого ибангвероля который привносит сюда вот это самое понятие воли воля это божественная сила творец и движитель всего ни одна вещь не может быть не наполнена ею именно через знание и деяния прилепляется душа к высшему миру ибо познание необходимо влечет за собой деяние а деяние а деяние удаляет душу от того что противоположно ей и приносит порчу и возвращает душу к ее собственной природе и сущности говоря в общем знание и деяния искупают душу из темницы природы очищают ее от мутности и темноты и тогда возвращается она в свой высший мир вот видите мы видим то самую то самое движение движение восходящее которое относится как раз к теории эманации мы видим здесь отчетливо совершенно хотя мы видели что у бахи бамбакуды тоже есть намек на это есть душа которая должна быть чистой кстати я не сказал об этом есть такое произведение которое называется который как бы в названии которого тоже присутствует душа и произведение приписывалось долгое время бахи бамбакуде пока не было доказано что это вроде все таки псевдо бахи это не они сам не сам бахи и там тоже описывается вот этот самый процесс более яркий более отчетливо выраженный как вот здесь у и бахи бамбакуде а именно возвращение души из темницы да она находится в темнице и возвращается в собственной природе и к своему источнику она возвращается через знания и деяния то есть помимо знания необходимо еще и деяния мы могли бы сказать что бахи бамбакуда тоже об этом говорил да то есть знание можно отнести в том числе к интенциональным заповедям да а деяния как и заповедям тела и собственно вот таким образом у него и происходит восхождение ну сейчас мы увидим что то что хочет нам здесь сказать и бангерой немножко иное имеет направленность нежели то о чем говорил бахи но сам мотив мотив видите ярко выраженный неоплатонический мотив который говорит о возвращении души но причем здесь воля пока не очень понятно он сказал что воля это божественные силы движитель всего но причем воля к возвращению души пока не понятно есть три рода сущего материя и форма ведь материи форма это одно он говорит материя отдельно сущая и форма отдельно сущая нет материя и форма это как бы некая пара первая субстанцию и воля посредник между двумя пределами то есть первая субстанция и это по-видимому бог есть материя и форма есть воля посредник между ним существование лишь трех этих родов сущего объясняется тем что действие не может быть без причин и без посредника между причина есть первая субстанция действие это материя и форма а посредником между ними является воля образом материи формы служит тело человека его форма то есть сочетание его члена образ воли это душа а образ первой субстанции разум теперь мы понимаем почему во втором абзаце он упомянув волю говорит немедленно о душе почему потому что он теперь строит нам изоморфизм какой есть первая субстанция есть материя и форма есть воля это соответствует чему это соответствует телу человека материи формы человек его тело состоит из материи и формы сочетание его членов это материя и форм это не то же самое что скажет аристотель про форму человека да это мы опять же в будущем увидим образ первой субстанции это разум то есть для аристотеля как раз форма человека будет являться разум забегая вперед я скажу да или наоборот назад забегая но мы видим что ибн веруале это не так да то есть он использует понятия аристотельские но используют их иначе образ первой субстанции это разум разум руководит а образ воли это душа через душу происходит то что помогает осуществить некое действие разум в каком-то смысле является причиной действия душа это то что связывает вот эту самую причину или указание разума с сочетанием членов человека и таким образом происходит действие то что хочет сказать ибн грируль это то что в макро косме происходит примерно то же самое есть первая субстанция которая аналогична разуму есть воля которая аналогична душе есть материя форма которые являют проявляется в которой проявляется действие и самое достойное то чего начинают исследовать овладев прежде искусством доказательства и что приносит наибольшую пользу это изучение субстанции души ее способности акциденции всего того что достигает ее и прилепляется к ней ибо душа подлежащая для знаний она постигает все вещи благодаря своим способностям проникающим во все и когда ты изучишь науку души ты познаешь ее возвышенности бессмертия ты узнаешь что объели объемлет она собой все вещи так что ты удивишься ее субстанции ибо увидишь что в некотором смысле она является носителем для всех вещей и тогда ты почувствуешь что сущность твоя охватывает собой все существующее познаваемое тобой и в некотором смысле она пребывает в твоей сущности ты почувствуешь что сущность твоя объемлет все то что ты познаешь и увидишь что она охватывается во весь мир с быстротой и превыше мгновения ты не смог бы сделать этого если бы субстанция твоей души не была тонкой и крепкой все проникающей и являющейся обителью всех вещей здесь те же аристотелики сказали что это пишет поэт а не философ почему потому что на самом деле что значит душа он же сначала провел аналогию есть первопричина есть материя и форма которая порождается который является как бы действием этой самой первопричины приводит в движение указание этой первопричины скажем тогда то есть или причинно-следственные связи запускает как бы как некий механизм что воля ну хорошо если воля аналогично душе и она является запускающим механизмом то как же она может в себе что-то содержать содержать себе но можно было бы сказать что первая субстанция в себе содержит все что будет порождено прекрасно или все сотворенное на самом деле является соединением материи форма в том или ином виде тоже нормально но воля поскольку она является посредником между причиной и действием она не может себе чего-то такого содержать вроде бы а душа тем не менее он говорит то что она содержит себе все тем более что она в себе все содержит ведь аналогия у нас была между микрокосмом и макрокосмом но наверное можно было бы сказать так что если я предполагаю что собственно вот это самое валение она каким-то образом характеризует то что будет получено то вот эта самая характеристика она в этом валении представлено и с этой точки зрения если душа является аналогом этого валения то на самом деле это все должно быть представлено в душе каким-то образом каким образом в душе может представлена быть вся внешняя действительность здесь не очень понятно да из этого абзаца но тем не менее это то что пытается сказать знание к которому устремлено бытие человека это знание всего сущего как оно есть и в особенности знание первой субстанции носящий и движущий все сущий истинное знание этой субстанции в отвлечении от действий проистекающих в нее вещь невозможная знание о ее существовании которым дают представление вызванных ею действия возможно истинное же знание этой субстанции невозможно поскольку она превыше всякой вещи и бесконечно это как раз более-менее общее место да что бог непознаваем об этом собственно говоря и бахейбен покуда тоже говорил да то есть представители калама могли об этом сказать несмотря на то что они приписывали богу некие позитивные атрибуты но так или иначе здесь истинное знание собственно самого бога невозможно а вот познание действий проистекающих с него является возможным через эти действия собственно говоря познается и это самая первопричина мы могли бы сказать что это и есть самые атрибуты действия на которые намекал бахи который будет разрабатывать майманин может быть но у ибн гвероля вы видите что это опять некая сцентенция которая ну как бы ну можно сказать ну да ну например может быть а как как собственно говоря это происходит тем более если мы помним про аналог ведь вот эта первая субстанция ее аналогом является разум разум человека разум человека это что можно сказать что разум является в каком-то смысле непознаваемым потому что он сам себя мыслит он только себя может да сам себя мыслит а я с помощью чего с помощью души я разум постигнуть не могу ну и тем более с помощью каких-то действий в любом случае это аналогия она начинает хромать как вы видите и естественно что подобного рода рассуждение они будут подвергаться критики в скобках замечу что не очень понятно почему нужно было ждать до 19 века чтобы так сказать открыть авторство вот этого самого произведения макур хаим дело в том что мы будем говорить о нем чуть позже авраам ибн дауд первый еврейский аристотелик своей книги возвышенного вера ему на аромат он на самом деле упоминает ибн героль правда его не называет но он говорит что вот этот автор который пишет о том-то о том-то и там можно увидеть что это собственно вот о том о чем мы сейчас читаем более-менее что он пишет слишком образным языком это то что постоянно будут критиковать аристотелик хотя в принципе сами эти идеи идея первопричины и деревом идея материи формы идея в том числе и эманация которую мы увидим сейчас чуть позднее они все есть и у аристотеликов но то каким образом это изложено но аристотеликов будет раздражать да то есть это нечеткость это не некоторая неопределенность при том что ну само само по себе идею да если снять вот эти все нюансы текста но все нормально он говорит да то есть вот есть материя форма есть первопричина есть воля которую непонятно откуда он взял но которая помогает сейчас увидим построить свою как бы систему тоже немножко забегая вперед или опять же назад я отмечу то что видите триаду это причина воля и этот мир вот эта триада она была очень важна для христианских мыслителей почему потому что троица да потому что в принципе неоплатонизм прекрасно ложится на христианскую как бы картину с отцом с логосом который является его сыном также как нус является сыном в каком-то смысле первым порождением единого поэтому неоплатоническая картина она прямо просится для того чтобы дать ей христологический комментарий ну а когда здесь еще и воля добавляется то здесь совсем получается замечательно потому что мы можем мы не мы христианские мыслители они так и делали но не отождествляли вот эту триаду с троицы бог-отец-то бог-сын и святой дух который собственно говоря есть это самая доля ну хорошо теперь шестой абзац если во всякой вещи присутствует всеобщая материя то последняя должна иметь следующие свойства существовать 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 сама по себе быть единой субстанции быть носительницей различия и давать всему свою сущность и свое имя видео тоже перескок пятом абзаце у нас речь шла об истинном познании первой субстанции а в шестом вроде речь идет теперь о всеобщей материи ну и на самом деле нам сказать что вот этот весь трактат фон святая он посвящен на самом деле как раз материи и формы и в самом этом трактате говорится о том что вообще предполагается дальнейшее как бы следующий том еще один которые идут как бы снизу вверх то есть вот этот трактат посвящен материи формы прояснению что они такое дальше должен был быть трактат о воле и дальше должен был трактат о вот этой самой первой субстанции несмотря на то что ее познать невозможно как не нужно относиться и так далее это то что и бенгерой пишет внутри самого вот этого трактата есть указание на это но до нас не дошли эти произведения у нас есть только одно и вот это произведение в каком смысле является частью первой частью этой самой тревоги и вот он говорит здесь о всеобщей материи которая который он приписывает вот эти самые свойства и сразу можно сказать что вот эти два понятия материи форм действительно и бенгерой превращает своеобразные абстракции то есть скорее не в материю форму а в материальность и формальность на то есть материальность и формальность прям присущи всему сущим недаром флотера говорил в самом начале о духовных сущностях неважно какие для и бенгерой формальность и материальность материя может быть разным а вот если он говорит что 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 она из себя должна представлять но соединение материальности и формальности он недаром говорит что это односущность изначально материи форма как бы идет парой они присущи всему и в этом инновация и бенгероля он обобщает в каком-то смысле понятие материи формы аристотеля которая касается у аристотеля только материальных сущностей нематериальные сущности существуют отделенными от материи а у и бенгероля нет ну и дальше он пишет в ней то есть материи всеобщей материи полагается бытие так как несуществующая не может служить материи для того что существует в ней полагается существование через себя саму ибо никакая вещь не может продолжаться до бесконечности не очень понятно что было бы если материя существовала через что любое но чем она сама в ней полагается единство ибо мы ищем единую материю во всех вещах в ней полагается эти вопросы это вопросы переводчика потому что там видимо не вполне понятный текст и вы видите здесь есть такие скобочки да где как бы нечто дополнено то есть возможно что рукопись не не совсем читабельны в ней полагается различие потому что различие конечно формах а формы не существует сами по себе без материи в ней полагается предание всему своей сущности и своего имени ибо являясь носителем всего она с необходимостью существует во всем если она существует во всем то следовательно дает всему свою сущность и свое имя он по сути что сделал в этом абзаце он прояснил вот эти пять пунктов того что характеризует всеобщую материю существование как бы существование самой по себе то есть она не ничем не определена она может быть некой единой субстанции а может быть и носительницы различия что тоже является проблемой на что является собственно говоря так сказать признаком различия что привносит в мир множество форма или материя материя у арисователя первоедина пластилин такой из этого пластилина может быть знаю лошадь собака тигр вот пожалуйста разные сотканные вроде бы из одной и той же потери то же самое или если говорить об искусстве вот берем деревяшку я могу выпилить из нее стул стол книжную полку или или игрушку и тогда собственно форма является носительницей различия правда здесь возможно когда он говорит носительницы различия что она обеспечивает возможность различия а не привносит различия ну и когда он говорит что давать всему свою сущность и свое имя это тоже не очень понятно здесь вопрос всеобщая материя у бенгвероли как связано с рамбамовой рамбам конечно хомерга юли да первоматерия первоматерия это понятие аристотельское которое и бенгвероли по сути перевод транслитерация до слова юли которая собственно и означает материю но еврейское словосочетание которое миша упомянул здесь да но в общем указывает на первоматерию всеобщая материя у бенгвероли гораздо более абстрактный характер носит еще раз у аристотеля это собственно говоря материал пластилин до из которого все получается получается каким образом получается за счет с одной стороны смеси определенные первоэлементов земли воды воздуха и огня но с другой стороны придание этому той или иной форм но в принципе своего рода ну мы могли бы сказать такой длинной да для материального является первоматерия а у и бенгвероли всеобщая материя это нечто большее это некая абстракция абстракция материальности которым пронизан весь универсум вот этот весь универсум он какие бы сущности мы не взяли в том числе духовные небесные и так далее они на самом деле пронизаны материальностью она не присутствует так же как и формальностью они не отделим их в смысле одна от другой сейчас мы это увидим различие между видимыми родами сущего предстает в видимых формах и подобно этому различие между невидимыми родами сущего предстает в невидимых формах если так то различие воистину коренится в формах сущего однако невидимая субстанция не принимает никакой формы иначе говоря первая всеобщая материя едина и нет в ней различия пример К примерам тому, кольцо, серега и печать из золота, их формы различны, но материя носительница едина, а сущность ее также едина. Итак, роды сущего различаются формы, материя же, носящая их, едина. И здесь мы могли бы сказать, что да, это похоже на первую материю Аристотеля, из которой все лепится, но в том-то и дело, что Ибн Гвероль обобщает это, превращает это не только, хотя пример, который он приводит, и Аристотель мог бы привести, вот, пожалуйста, золото, кольцо, серега, печать, все сделано из золота, золото едино, это материал, из которого все получается. Но Ибн Гвероля – это не только материя, материя, то есть это не только то, что связано с нашим подлунным миром, но и то, что касается всех остальных сущностей. Я пропущу восьмой абзац, девятый. Материя бывает четырех видов, как и формы. Материя частная, искусственная. Материя частная, природная. Материя всеобщая, природная, носительница для становления. И материя сфер, видите, вот у него эти самые классификации, как бы этих самых различных видов, что ли, материи, да, и форма тоже может быть различной. То есть сферы, которые не являются материальными в каком-то смысле, да, то есть, по крайней мере, их форма уж точно не фиксируется, как то, что соединено с материей. Вот эти отделенные интеллекты, которые двигают, собственно говоря, сферы. А у Ибн Гвероля есть вот такая иерархия этих самых материальностей и формальностей, и формы. И дальше он говорит, эти виды материи и формы, отличаясь друг от друга, согласуются между собой в идеи и материи, и формы. И в чувственно воспринимая их на природных вещах, всеобщих и отдельных, нет ничего, помимо материи и формы. Все состоит из материи и формы. То есть это можно было бы сказать следующее, что делает, по сути дела, Ибн Гвероль, если подойти к этому сугубо, что ли, технически. Значит, у нас есть теория эманации, есть первоедины, первоедины рождает первую сущность, разум, дальше рождается душа, дальше рождаются разные души, и так плоти небесные сферы в том числе. То есть у нас есть вот этот самый процесс порождения сущностей, который происходит каким образом? Который происходит в каком смысле автоматически? То есть почему, собственно говоря, появляется эта первая сущность, ум? Неизвестно почему. Единый переполняется энергией. Что это значит? То есть хочет единый, не хочет единый, он переполняется энергией и порождает эту самую единую сущность. Когда Ибн Гвероль добавляет сюда волю, он что хочет сказать? Он, по сути дела, решает одновременно с добавлением воли, может быть, именно для этого, он решает в том числе проблему креационизма. То есть акт осуществляется благодаря воле. Без воли невозможны действия. То есть он хочет сказать, что теория эманации плотина, она не работает, ее нужно дополнить. Ей нужно добавить вот этот самый волевой акт, иначе самого действия не произойдет. Теперь еще одну добавку, которую он привносит вот в эту самую схему, схему неоплатонической теории эманации. И это добавление того, что материя и форма, они являются чем-то, что крышует всему порождаемому. Материя и форма появляются не в подлунном мире, где есть вот эта самая материя, на которую, значит, разные формы надеваются. То есть материя и форма существуют изначально, они существуют как идея. То есть вот эта самая первопричина с помощью своей воли, когда что-то творит, она творит все в виде связки материи и форм. И нет никаких сущностей, которые бы избежали вот этой связки материи и формы. Другое дело, что мы можем это понять и осознать, занимаясь чем? Занимаясь анализом самих себя. И постепенно как бы поднимаясь, поднимаясь к этим абстракциям. Но к абстрактной материальности и к абстрактной формальности, которые крышуют всему сотворенному. Сотворенное не может существовать иначе, как в сцепке вот этой самой материи и формы. Это то, что, если на уровне схемы говорить, то, что привносит Ибн Гвероль в теорию эманации, можно сказать, пользуясь вот этими двумя понятиями аристотелевскими, в большей степени аристотелевскими. Поэтому есть даже название для вот этой самой концепции, концепции Ибн Гвероля. Ее называют волюнтаризмом, как раз от слова воля. То есть в этот волюнтаризм есть ряд статей, которые так называются, волюнтаризм Ибн Гвероля, которая анализирует, каким образом, насколько когерентно, насколько адекватно можно построить такого рода схему. Но сама мысль о том, как это сделать, я попытался ее очень схематично описать. То есть вот берем, соединяем и получаем с одной стороны волевой акт, а с другой стороны надеваем на все-все-все вот эти самые материи и формы. Давайте я вторую часть пропущу. Давайте посмотрим третью часть. Она нам понадобится в будущем в большей степени. Книга третья. Мы вторую пропустили. Нужно теперь доказать, что между первым действующим, докрославится он, и субстанцией, носящей категории, существуют посредничающие субстанции. Тем самым мы устанавливаем основополагающий принцип. Суть его в том, что если первое из существующих вещей – это первый действующий, вот это самая первопричина, для которого нет иного действующего, а последнее из них – это последнее претерпевающее действие, для которого нет иного претерпевающего действия, то существует разделение между первой и последней из вещей в сущности и в действии. Ибо если бы разделения между ними не было То первая была бы последняя, последняя первой И идея разделения между ними заключается в отсутствии подобия Отсутствием же подобия устраняется и прилепление Так как последняя возможно лишь при наличии подобия То есть вот эта самая последняя претерпевающая Это последняя сущность вот в этой самой цепочке А есть первый действующий Первый действующий радикально отличается от последнего претерпевающего И никакого сходства между последним претерпевающим и первым действующим нет Понятно, что человек не является последним претерпевающим Потому что он может на что-то воздействовать Так вот, когда он говорит о первым действующем И субстанцией, которая носит категории То он пользуется... Сейчас я открою другую нашу... Вот эту презентажку То есть он имеет в виду категории Аристотель В источнике 10 категорий Видно, да, я вывел на экран 10 категорий У нас не открылось Не открылось? Нет, мы не видим Ты правильно сделал, что ты закрыл предыдущее Но открой то, что ты хочешь сейчас показывать Все понятно Вот, теперь... Да, теперь нормально Вот Вот они, 10 категорий Аристотела То есть любая вещь характеризуется 10 категориями, именами Есть трактат, который так и называется категорией Это сущность вещи То есть вот ее субстанциональность Это количество, качество, отношение То есть то, по отношению к чему эта вещь связана Пространство, время, состояние В том смысле, что положение частей этой вещи По отношению друг к другу Обладание Неких, имеется в виду наличие неких внешних обстоятельств Этой вещи Действие То есть то, что она может на что-то действовать И претерпевание, как последнее Это принятие изменений от некоторого другого предмета Что делает Эбангвероль? Эбангвероль делает следующее Он говорит, что Есть вот этот первый действующий Он на самом деле является, собственно говоря Вот этой субстанцией и больше ничем И ему не присуще Там количество, качество, отношения Все остальные 9 категорий ему не присущи А есть остальные субстанции Сейчас мы вернемся Есть остальные субстанции Которые носят категории И эти категории он сокращает Он говорит про 9 категорий, а не 10 То есть вот эти субстанции Более низкого уровня Они как бы действительно им присущи Вот эти самые Кроме собственно субстанциональности Им присущи остальные 9 категорий И дальше он говорит Доказать существование Простых субстанций очень трудно Поэтому мы предпошлем ему доказательства Которые разъясняют существование Посредничающей субстанции Между первым действующим И последним претерпевающим действием Доказательства Здесь любопытно Я почему хотел, чтобы мы прочитали Вот этот кусочек Может быть даже не столько Для содержания Сколько для того, чтобы увидеть Стиль изложения Стиль изложения вдруг меняется На самом деле в самом трактате Как я уже говорил Он построен как Ученик спрашивает Задает какой-то вопрос И дальше учитель отвечает В том числе учитель Приводит какие-то доказательства Когда Ибн Фалакера Пишет свой конспект Вы видите, что он Просто убирает диалог Но тем не менее Приводит что-то в качестве доказательства И это очень напоминает Что Те, кто читал Спинозу Его этику Он Примерно в таком стиле и пишет Лемма, теоремма Доказательства И здесь тоже Существует доказательство Там в основном В тексте Учитель приводит некие доказательства Но тем не менее Доказательства Это на самом деле Прерогатива Действительно Аристотелика Аристотелики Пользуясь логикой Они строят Правильные силлогизмы И Разворачивают доказательства Аристотелики Будут Над Ибн Гверолем Если бы они увидели У вас есть Вот только свидетельство Авраама Ибн Дауда Который говорит Что Туманно пишет автор Но Аристотелики Безусловно Стали бы Насмехаться Над этими доказательствами Потому что это Никакие не доказательства С их точки зрения А Софистика Но Тем не менее Значит Вот он говорит Что простые субстанции Доказать Существование Сложно То есть Можно доказать Составные субстанции Составными субстанциями Являются Большинство вещей Которые мы наблюдаем О простых субстанциях Нам сложно говорить Но Зато мы можем Говорить О Субстанциях Которые Посредничают Между первым действующим И последним Претерпевающим действием Вот эта цепочка В этой цепочке Мы можем указать На посредников Доказательства Первый действующий Является Первый из всех вещей А первая из всех вещей Отделена от последних Субстанция Носящая Девять категорий Последняя из вещей В таком случае Первый действующий Отделен от субстанции Носящей Девять категорий Ну Какое-то Доказательство На чем оно основано Доказательство Ну Это Первый А это Последний Что И что Ну Отделен Ну Хорошо Отделен Почему Потому что Первое Отделено От последнего Он выше говорил Выше он говорил О том Что Если бы разделения Между ними Не было То первая Была бы последняя Последняя Была бы первой Но я могу То же самое Сказать про вторую Нет Вроде бы Да А вторая Что не так Идея разделения Между ними Заключается В отсутствии Подобия Почему Потому что Последний Возможно Лишь при наличии Подобия Что возможно При наличии Подобия Прилепление Что-то Может прилепиться К чему-то Только благодаря Подобию Это действительно Тоже Известно Как бы Античное Представление О том Что подобное Тянется К подобному Да И наоборот Удаляется От чего-то Что ему Не подобно И Для чего Понадобилось Да Ему Доказывать Вот это Радикальное Различие Между первым Действующим И последним Претерпевающим Не очень понятно Он собственно Ничего не доказывает Он переформулирует То же самое Это следствие Мы берем Как посылку И говорим Первый действующий Отделен от субстанции Носящей 9 категорий А если Две какие-либо вещи Являются разделенными То есть Между ними Имеется удаление То между ними Существует посредник Иначе Они были бы Одной вещью И не были бы разделены В таком случае Существует посредник Между первым действующим И субстанцией Носящей 9 категорий Все Доказат Ну Я же говорю Можно К этому доказательству По-разному Относиться Но Сказать Что оно Является убедительным Это Сложно Но Для чего Ему все это нужно Теперь смотрите Что он дальше говорит Душа отделена От тела И если бы Не дух Посредничащий Между ними Одно Не могло бы Прилепляться К другому То есть На самом деле Вот это Абстрактное Первый действующий И последний Претерпевающий Он переносит На взаимоотношения Между Телом И душой И вводит Понятие Духа Вот у нас Еще одна Триада Которая 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 Посредничает Между ними Иначе Душа Не могла бы Контактировать С телом Но если бы Первый действующий Был отделен От субстанции Носящей Девять категорий То им было бы Невозможно Прилепиться Друг к другу Без существования Посредника Между ними А если бы Они не слеплялись Субстанция Не существовала Было бы Не мгновение Ну Тоже Да Как бы Вопрос Почему это так Доказательство Первый действующий Да будет он Благословен Истинно Единый В нем Нет множественности Субстанция Женосящей Категории Подобны Пределу Множественности И после нее Не существует Иной вещи Которая была бы Более Сильно Множественностью А все Составное И множественное Разрешается В един В коем случае Не может Не быть Посредников Между Едином И составной Множественностью На самом деле Это одна Из Мучительных Проблем Которые Связаны С Понятием Креационизма Это то Каким образом Единый Порождает Множественность Как Собственно говоря Из единого Порождается Множественность Сказать Что бы Бенгвероль Решил Эту задачу Нет Он конечно Не решает Эту задачу Но по крайней мере Она у него Вы видите Здесь Проскальзывает И она Присутствует Но Сам стиль Вы видите Да Когда он Когда он Переходит К Вот этому Стилю Тезис И доказательства То Доказательства Ну Оставляют Нас В некотором Недоумении Тем не Тем не менее Как я уже говорил Для христианской Мысли Значит Вот это Произведение Было Чрезвычайно Важным Именно В силу Вот этой Постоянной Троичности Которую Которая Пронизывает Собственно говоря Все его Когда он Пытается Говорить О Любой Как бы Двоичности У него всегда Есть Посредничающее Нечто Что Их Объединяет И в итоге Везде Все пронизано Вот этой Самой Троичностью Здесь Важно Еще Заметить Тоже Скорее Не про Еврейскую Философию А про Христианскую Философию Что Неоплатонизм До Тринадцатого Века По крайней Мере Ну или Двенадцатого Скажем Да Не будем Все Можем далеко Заходить Двенадцатый Ну тринадцатый Наверное Все-таки Более Правильно Будет Сказать Неоплатонизм Является Доминирующим В своей Христианской Мысли По Понятным Причинам Я уже Сказал Что Неоплатоническая Вот эта Доктрина Она Очень Хорошо Интерпретируется С точки зрения Христианства В то время Как Аристотель Является Безусловно Очень проблемным Но он проблемным Является Для всех Для Представителей Ислама И иудаизма Тоже является Проблемным Потому что Его как раз Очень сложно Как бы Интерпретировать С точки зрения Писания Есть масса Вещей Которые Противоречат Ну В том числе Вот этот самый Креационизм Мир Предвечен Аристотеля А нам Нужно Доказать Что он Сотворен Например Но не только И В каком-то Смысле Борьба Которую Я упомянул Да Где Томас Квинский Критикует Вот это Произведение Вылагая Что оно Является Произведением Рабоязычного Крестьянина Это Собственно Говоря Есть критика Того Кто Уже Заражен В каком-то Смысле Духом Аристотелизма Который Постепенно Проникает В христианскую Сколастику Вот Начиная С 12 В 13 Веке Особенно И дальше И Можно Сказать Вот этой Традиции Неоплатонической Которая Для Христианской Мысли Была Основополагающей Ну а Что касается Еврейских Авторов То Как я уже Сказал Ну вот Есть упоминания По-видимому Имена Ибн Гавиоли У Авраама Ибн Дауда И все То есть Влияние На еврейскую Мысль Вот этот Трактат По крайней мере Да Он Как бы Никакого Особо Не оказал Мы Как я уже Сказал Знаем Другое Произведение Ибн Гавиоли На его Философскую Поэму И Может быть В следующий Раз Мы Ну может быть Еще Почитаем Несколько Фрагментов Из этого Трактата Кор Хаим И Может быть Пробежимся Бегло По Этой Его Поэме Чтобы сравнить Насколько Вот эта Его Доктрина На самом деле Нам не очень Известно Что было Написано Раньше Поэма Царский Венец Или Вот этот Трактат Но мы Попробуем Пробежать Поэм Посмотреть Насколько Отражается В ней Вот эта Концепция Я попытался Схематично Ее Сформулировать Как Собственно Пытается На уровне Схемы Видоизменить Эту самую Теорию Эманации Ибн Гвероль Ну а Как ему Удается Это уже Немножко Другой Вопрос На который Мы Наверное Толком Не ответим И в следующий Раз Но тем не менее Мы Может быть Не расстанемся С Эген Гверолем На этом занятии На следующем Еще немного О нем Поговорим Я Что-то время Как-то Я исчерпал Не оставил Особенно вопросы Но тем не менее Вопросы Если у кого-то есть Вы можете задать Чуть-чуть Задержимся Ну вот такие Два вопроса У меня есть Значит Что на что Повлияло Иудаизм На Неоплотанизм Или неоплотанизм Что как бы Есть какая-то Связь между ними Вот Поскольку Это Значит Иерархия Строения Или эманация Они как бы В общем-то Близки Мне кажется А второй момент Не находите ли вы Что он Как бы Где-то Предвосхищает Гегеля Вот то как бы Воли И душе Воля душа Которая в себе Все содержит Полноту Как бы Мира Здесь как бы Получается Что она как бы И творит его из себя То есть Эманация И Эта троичность Как бы Что это как-то Что-то такое Где-то связано Может быть Как бы Насчет Иудаизма И неоплотанизма Нет Я не думаю Что иудаизм Мог каким-то Образом На неоплотанизм Повлиять Навряд ли На самом деле Нет такой Идеи Иудаизма То есть В каких источниках Если мы имеем ввиду Писание То в Писании У нас нет Идеи Эманации То есть Нет порождения Каких-то сущностей Бог творит Сразу Мир Он не творит Мир постепенно Сначала разум Потом душ Потом это Сама по себе Вот эта картина Иерархическая Включающая в себя Созвездия Сферы И так далее Которая Присутствует В изводах Неоплатанизма Она в иудаизме Как раз Отсутствует То есть Она Влияет Безусловно На Средневековый Иудаизм Не на Источники Библейские Или Талмудические А на Средневековый Иудаизм Безусловно Влияет И Например Там Гершим Шолем Видит влияние На Кабалу И так далее Безусловно Там Видны Мотивы Которые Похожи На Неоплатонические Но это уже Позднее То есть Влияние Неоплатонизма На Иудейских Авторов Безусловно Есть Но вот Мы видели И в Ицхак Исраэле Это влияние И Ибн Гвероля Хотя Произведения И того И другого Они вроде бы Ничего общего С иудаизмом Не имеют Он нигде Не говорит Про то Что это Иудейский Бог Так же Как и Ицхак Исраэль Что касается Сходства Например С Гегелем Ну нет Я не вижу Здесь Какого-то Сходства С Гегелем Можно было бы Говорить о Шопенгауэре Его понятие воли Может быть Скорее Насчет Того Что вот этот Посредничающий Все время Фактор Может являться В каком-то Смысле Аналогом Может быть Диалектического Напряжения Ну С очень Большой Натяжкой Можно Про это Говорить Потому что Как раз Диалектики Вроде бы Ибн Гвероля Мы Элементов Диалектики Мы Не наблюдаем Не диалектики Может Антитетики Какой-то Сейчас Я дико извиняюсь Ури Может быть Я не прав У нас Я знаю Что люди Еще хотят Задать вопросы Может Мы как-то Ограничены Потому что Эмилия Я дико извиняюсь Но давайте Дать невозможность Другим Тоже Я всегда Выполняю Ростку Такого Противного Но Слиха Женя Да Пожалуйста Кто-то Хотел Задать Вопрос Слиха Слиха Да Может быть Глупенький Вопрос Но Тем не менее Значит С Аристотеликом Или Неоплатоником Таким Нужно Родиться Да С таким Типом Мышления Конечно Нет Не нужно Родиться И невозможно Родиться Вопрос Скорее того Кто где Учился А не тот Кто где Родился Аристотелики В том числе Рабоязычные Аристотелики Они самых разных На самом деле Регионов И Это Это школа То есть Аристотелики Представляют из себя Определенную школу С некими Принципами Во время Как Неоплатоники Это Скорее Исследовательский Концепт Который Называет Многих Мыслителей Относит Неоплатоникам Хотя Они Как раз Из себя Никакой школы Не представляли А их Так называют Потому что В их произведениях Присутствуют Неоплатонические Мотивы Откуда Они попали Неоплатонические Мотивы Ну вот Из разных Источников Как я уже Сказал Это Можно Рассматривать Как своеобразный Дождь Греческих Источников Которые В переводах Обрушились На арабскую Культуру И Кто-то Разобрался В этом Дожде Какие капли Откуда Капают А кто-то Не стал Разбираться Просто Воспринял Это все Как Нечто Единое И соединил Разные Капельки Мне кажется Просто Если Ты Тяготеешь Больше К Аристотелю Или к Платону Нет Не тяготеешь Никто 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 Вот Я Например Не тяготею Ни к чему А вы Как Не тяготеете К Аристотеликам Или к неоплатоникам Или нет Пока мы не услышали Про них Нам трудно Сказать Что мы Тяготеем То что Может быть Более Близко К пониманию Да Нет Нет Вопрос Просто Обучение Кто где Учился Все Больше Ничего Так А вот Про поводу Экстравертов И интровертов Это я условно Их так назвал Это условно Их так назвал Хорошо Все Спасибо Я упустил Кто автор Этой книги Которую мы читаем Шлома Ибн Гвероль Наш великий поэт Центральную вещь пропустил Ну хорошо Окей Нет Я не вижу Я думал Что это название Книги Старик Мы поняли Мы смеемся Все хорошо Окей Бесадр Гамур Хад и хад Отбилиш Кто У кого еще есть вопрос Это название Какое название Книги Мекор Хаим Источник жизни Вау Окей Теперь понятно Если вы Штензальц Она как-то Штензальц Она была Святна с этим названием Нет Нет Это просто Цитата же Из писателя Сочетания Как многие Наши произведения Средневековые Средневековые Авторы Просто так Называли Своих произведений Чаще всего Использовали Некие Цитаты То есть Иногда Они Зашифровывали Своё имя И так далее Но как я уже сказал Мы не знаем Как на самом деле Шломай Бангвероль Назвал эту книгу У нас есть Фон Святая То есть Это латинское название Которое собственно Так и переводится Источник жизни И есть Перевод Фалакеры Который так назвал Это произведение А как оно было В оригинале Мы не знаем Еще у кого-то Есть вопросы Быстро Господа Дамы Нет Все Спасибо Так Женя Спасибо Еще кто-то Спасибо Хорошо Тогда мы Закрываем Зал заседаний До свидания Окей До свидания Счастливо Шаббат шалом Можно сказать Правильно Этого не отмечу Шаббат шалом Да Шаббат шалом Всем счастливо Пока Постараюсь Запись Поставить Вот уже Сегодня вечером Ночью Окей Всем счастливо Пока Спасибо Спасибо за участие Пока Шаббат шалом